Украина, в свою очередь, пригласила Бразилию и другие страны глобального юга на саммит мира. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, саммит пройдет в ближайшее время на нейтральной территории. Ранее главы государства и правительств 46 стран-участниц Совета Европы уже выразили поддержку, предложенной Владимиром Зеленским формулы мира. Подробнее об этом расскажет Кристина Домбровская. Саммит мира не будет полным без участия стран глобального юга – Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и государств Африки. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины в интервью CNN Brazil. По его словам, Украина заинтересована в стратегическом партнерстве с Бразилией. Андрей Ермак уверен, что эта страна может стать лидером в реализации одного из пунктов украинской формулы мира. Я уверен, что Бразилия может стать одним из влиятельных лидеров в решении вопросов экологической безопасности. Мы знаем, что этот конкретный вызов важен для вашей страны. У вас так много людей, профессионально занимающихся этой сферой, которые, безусловно, могут нам помочь. Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины в интервью CNN Brazil. Как пишет CNN Brazil, в Министерстве иностранных дел Бразилии заявили, государство заинтересовано в участии в саммите мира. В начале этого месяца президент страны Лула да Силва впервые публично осудил войну России против Украины. Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Финляндии. Я подтвердил позицию Бразилии по защите территориальной целостности Украины и осуждению российского вторжения, а также подтвердил нашу убежденность в необходимости создания пространства для диалога, способствующего поиску мирного решения. До этого президент Бразилии занимал нейтральную позицию. Он заявлял, что не хочет выбирать какую-либо сторону в войне, а стремится оставаться на стороне мира. Ранее мирных инициативах для Украины заявляла не только Бразилия, но и Китай и Южная Африканская Республика. Эти государства – давние партнеры России. И российские интересы в их инициативах явно прослеживаются. В частности, Пекин предлагает заморозить линию соприкосновения и начать мирные переговоры. А еще снять с Федерации санкции и восстановить цепочки поставок. А в мирных предложениях Бразилии и ЮАР нет ни слова о необходимости вывода российских ввоз с территории Украины. По словам аналитиков, имплементация украинской формулы мира – единственная реальная гарантия безопасности не только для Украины, но и для всего мира. Комплексный и логичный план Киева может обеспечить долговременный и прочный мир на континенте. Уже сейчас видим, что наши союзники, они склоняются и поддерживают формулу Зеленского. Нужна еще поддержка Китая. Если бы Китай поддержал формулу Зеленского, тогда вот это бы означало, что есть какой-то свет в конце туннеля, где бы мы видели возможность того, что на Россию можно влиять. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Китай демонстрирует стремление принять участие в процессе обсуждения мирных инициатив президента Владимира Зеленского. Есть только одна формула мира – украинская, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. И Китай сможет принять участие в ее реализации. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, Украина и союзники хотят провести глобальный саммит мира до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе. По информации издания, предварительно согласовано участие наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада Ибн Сальмана и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Примет ли участие в глобальном саммите мира председатель КНР Си Цзиньпинь, пока неизвестно. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.